То, что в школах Татарстана снова назревает скандал, знают, пожалуй, все преподаватели. Однако выразить свой протест открыто многие просто не решаются. Между тем, под петицией в интернете анонимно уже подписалось почти 2000 человек. Между тем, мнения педагогов разделились. Те, кто работает в школах уже много лет, готовы пройти тестирование и относятся к этому философски. Я считаю, что тестирование учителей в формате ЕГЭ – это неплохая идея. И, в принципе, учитель на тестировании показывает свой уровень знаний. И это его подстегивает в росте профессиональном и в качестве его знаний. Я вот сейчас пойду в каникулу, вместо того, чтобы заняться с теми же самыми детьми в качестве каникулы, я буду сдавать этот экзамен. Зачем? Преподаватель высшей категории Ирина Борисовна считает, что время, которое учителя тратит на подготовку к экзамену, можно потратить с пользой для подрастающего поколения и уделить время своим ученикам. Это лишний стресс для педагога. Потому что многие учителя, например, и так, собственно говоря, наши работы нервные. Нам хватает стрессов в общении с родителями, в общении с детьми теми же самыми. Вот. И еще один стресс, как сдача ЕГЭ, наверное, не всем учителям нужно. Напомним, преподаватели протестуют против ЕГЭ уже второй год подряд, выражая недовольство решения своего профильного министра. На этот раз петицию педагоги намерены отправить президенту Татарстана Рустаму Мениханову, а также в надзорные ведомства в сфере образования России. Он получил высшее образование, профессора поставили ему какие-то свои оценки в университете. Он получил диплом, какой может быть еще ЕГЭ. Они заставляют студентов сдавать ЕГЭ, соответственно, сами данный материал иногда даже не знают. Несмотря на то, что письменного приказа о сдаче единого государственного экзамена преподавателями республики нет, дата проведения тестирования уже известна. И, скорее всего, показать знание своего предмета. Педагогам республики придется 3 ноября. Андрей Трофимов, Айгуль Незамудинова, Владимир Ладушкин, телеканал Эфир.